добрый день господа играем с командой недели 95 уровня поставила кайлера и мамото состав и овечки на x-factor прокачал до 89 уровня просто хочется кем-то уже другими игроками играть не те что не составим базы а ну костяк костяка снова та же мне кажется немножко подкрутили скрипты я уже несколько раз об этом рассказывал играть стало поприятнее чем раньше было скам случае много моментов которые раньше как как-то просто скучными казались уже знаешь что гол забьешь сейчас уже это не очевидно и более реалистично выглядит не реализовал момент оппонент наши тот грецкий красиво на технике забивает ближний угол правда красивый гол посмотрите там есть повтор отдельно поставлю показал что в дальний будет кидать бросать акций посмотрим с кем играем состав в общем середнячки есть несколько топовых игроков хорошего уровня в общем так чувствую что состава для души кто-то себе сделал повторяем гол грецкий сейчас вот обычно на дальний идет а сейчас в ближнюю девяточку бросил а на щитком даже получилось в общем со стороны смотрелось неплохо 25 августа вышел трейлер и на и начал 23 почему там я услышал много отзывов я то жду эту игру и буду точно играть это же эволюция помните чего это начиналось видел я что там начали так грецкий смог добавить сделали голы в падении можно будет добивать не помню когда там будет видео по гэмплею по моему до 16 до 16 сентября так если мне память не изменит тогда же когда и предзаказ можно будет оформить фокс мог убежать капризов неплохо на руках контролировал шайбу вот эти гличевые моменты компьютер стал не давать пройти как бы игроков вдоль ворот и но часто бывает такой конечно моим вы можете его забить но реже уже чем было раньше так как где у нас овечкин кстати говоря это для клинберга навес вот овечкин попробовала как компьютер нам забивает девятку бросить ну сам себе сам самого компьютера такой гол не забить а он нам забивает все время вот из этой позиции именно в девятку бросает вот из этой помните вот достаточно просто прайс забрал шайбу мэтьюс пытался я вывести рейты на бросок вывел но все равно как-то не удобно ему было бросать видно было и бросок получил соответственно не очень в грецкий на руках обрывал гол кипера второй гол грецкий при выходе 1 1 1 с вратарем вот тут уход центр сто раз уже показывал раз покажу что первый уход в первый в центр потом бросок с удобно на неудобную и с удобным опять бросок на первую time период точнее закончился два красивых уголок грецкий прям заглядеть подбудение деревянной клюшкой второй период мэтьюс на выбрасывание пас из-за спины сейчас такая комбинация но не ван таймер не особо мощный получился конечно такая классная классная комбинация нашего разгадал сейчас борьба бортов просто как настоящий хоккей получается я думаю дорабатывали эти моменты сейчас делаем антаймер фоксом сбрасывание только не вывел макин набросал прайс на месте тут во время того как я сейчас передачу отдавал свалили немножко штангулька помогла сейчас тэпс на выбрасывание они лучше по выбрасыванию вообще в этой игре да 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 пас от борта но не да не пройдет уже от борта лицевого борта тыс хороший бросок хала и штанга подзащитника в ралли на бросок вывел сам себя так тут нам повезло потому что переиграли на нас на гол не забили капризов не смог убежать по как вингер действовал так себе не стал капризов паса давать на руках решил обыгрывать прайса но и защитник она не обыграл тут и сумы тис бросилась подзащитника и сам же добил с ноги с одного конька бросил на левой ноге стоял правой в воздухе отталкивался техника фронт фронтального броска на весик не прошел на весик не прошел тут комбинация интересно сначала пас навесом через борт потому что напрямую мог не пройти потом то драк таки финт матьюса игол он первое еще раз пас верхом видите через борт все защитника убежали финт вот он этим финтом мы галки пера просто вот в это вытягиваем из ворот и в дальний угол уже пустые ворота забрасываем грецкий по моему 304 гола дозел третий период переходим до компьютеру 95 уже не хватает чтобы нас с нами нормально тягаться от 99 если не утром играл проиграл там да где грецкий 99 команда недели для меня весиком кстати сейчас опять атаковали р 1 x сейчас опять своевременно легли под шайбу и опять своевременно неплохо контролируем шайбу я думаю да будет будет так по логике попробуем на ручном праве хотел переключиться на галки пера на пенальте может быть нельзя на буллите вылет реализовали тут дым как-то странно междуна пропустила не очевидны больше такой случайный по моему макинон не пожадничал отдал пас но опять хороший этот финн был грецкий ушел от защитника легко показал центр а сам и он хелс и такой финт увидел показывайте центр сам ушел направо тут уже переключился на галки пера и взял т.х. сделал два ложных замаха бросил сам жалко на весик не пошел почему-то ты хороший пас отдавал пас новичкина ну я кстати новички напасовал сейчас опять не прошел до 89 вот я сейчас попробовал x-факторные овечки не дотягивает конечно слабого тоже устарела карта у меня нечем его прокачивать карта устарела голы все равно забивает но тут заслуга стемкоса хороший пас голевой овечкин сварочка все-таки набирает голевой чутье в порядке тут хатман выкатился и опять этот финн то драк деке это условно говоря от 3 правым скиллстиком от 3 из цифербал взять от 3 до 9 обманываются галки пера забивается легко гол хорошее все-таки бросок читала филипп читала два броска за мальч 2 гала гол кипер закрыт был а чисел попал Видите, точно как. Щелкал он эти ближние, не свойственно ему щелкать, но Талек, так, Кайллер и Ямамото справа у нас играют, пока ничем не выделяется. Субтитры создавал DimaTorzok Да, если Хэдман есть, много чего интересного можно делать. Две секунды до конца матча, а вообще он закончился. Грецкий четыре броска, три гола, Хэдмана, Овечкина, Мэтьюс. Все такое на индивидуальном мастерстве. Спасибо ребят за просмотр, соскучился по хоккею, захотелось пригореть. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok